Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кап, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Это что за винтовка африканских горнолыжников? А вот это ты зря, Капитан Очевидность. Винтовка, между прочим, очень душевная. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидность и новая Surfire MGX. Винтовка, которая многим напоминает Скарчик. Тот самый Скар Хэви. Что-то в анимации, что-то в звуке, что-то во внешнем виде, и есть у нее такое. Однако, я бы не сказал, что лично я, когда беру ее в руки, чувствую тот самый Скар. Я долго с ней играл и долго пытался понять, что же это такое. Ни хрена не понял. В общем, нечто уникальное. И должен признать, интересное, лично для меня. Характеристики показывают нам, что винтовка по ним вполне обычная, кроме одного параметра. Это, конечно же, емкость магазина. Ведь здесь она, как у какого-нибудь пулемета. И, наверное, многие из вас вспомнят Харнс. Но, ребята, Харнс обладал не самой приятной отдачей, был эффективен там на дистанции беретки. А вот Surfire совсем другая песня. Это примерно тот же 12-й или 15-й калаш, только с магазином на 60 патронов. Ты знаешь, капитан, очевидность, вопрос, крутая она или нет, это вопрос. С одной стороны, мне кажется, 12-му, 15-му калашу она точно не уступает. С другой стороны, потягается ли она с М4А1 кастом, которые, кстати, наконец-то улучшили родной прицел. И уж точно, ребята, она не потягается с кастом. Но есть у неё маленькая фишечка. Дело в том, что у этой пушки повышенный урон в руки. Множитель у нас идёт не один, а один и один. Что, конечно, фантастической какой-то погоды на практике не сделает. Тем более, всё-таки, если вы штурмовик, вы стреляете в голову. Ясно, понятно, галимый проходняк. А вот и нет, капитан, очевидность. И я бы не сказал, что это проходняк. У этой пушки есть душа. Есть, кстати, и уникальный прицел. Понравится не всем, мне тоже. Вначале я так думал, думал, а потом как бы втянулся, понял его фишку. Внешний вид интересный, как у самой пушки, так у и прицела. Да и стрелять с этого прицела, как и с пушки, опять же, очень приятно, практично и интересно. В общем, знаете, классические штурмовики, которые любят нормальные штурмовки, а не кац и беретку, получили действительно нечто интересное. С огромным запасом патронов, неплохим распилом в тело и приятным геймплеем. Однако тут хочется затронуть ещё один вопрос. Я не очень понимаю Алодусов, когда они выпускают некоторые новые пушки. Вот говорили им, что штурм мёрт. Они выпустили М4А1 кастом, у которой, в принципе, уже хороший темп, она плюс-минус может гнуть, но дали не самый удачный прицел. Поэтому многие так и продолжили бегать с АК-15. И тут Алодусы сказали, «Ой, с ним!» И дали нам КАК. Абсолютно несексуальную пушку. Неприятную в геймплее. С отвратным внешним видом. И при этом с каким-то просто громадным сумасшедшим перебором в ТТХ. А теперь они дают нам Surfire MGX. Пушка сочная. Муах! Звук отдача. Геймплей. Душу греет, честное слово. Но опять на те же грабли. АК-15 чуть-чуть апнутый в другой шкурке. А в чём смысл? Я уже много раз предлагал и предложу ещё раз. И это можно реализовать, пока Surfire находится у нас на ПТС. Ничего кардинально не меняйте. Можете отдачу сделать чуть помягче. Вообще отдача сегодня у штурмовки, я считаю, должна быть мягенькая. Вот как у 12-го калаша. То есть почти не должно быть. Чтобы всё в точечку, чтобы в голову было удобно стрелять. Берёте Surfire и даёте ему темп стрельбы от 640 до 660. Вот допустим 650 будет в самый раз нормально. И у нас получится просто великолепнейшее оружие. С мягенькой отдачей, красивым, вполне неплохим прицелом. И гнущая справедливо на своих дистанциях всё, что движется за счёт темпа. В общем, как я и говорил. Проходняк. Да нет, капитан очевидность, не проходняк Surfire. Понимаете, пушка хорошая, пушка классная. Она, пожалуй, переплёвывает 12-й калаш. Она переплёвывает 15-й калаш. Она где-то будет за счёт своего немножко увеличенного урона в руки и ёмкости магазина на уровне М4А1 кастом. При этом у неё явно будет своя ниша, где она будет лучше, чем, наверное, все штурмовки и, наверное, даже лучше, чем пулемёт. Конечно же, это ПВЕ. Забавно говорить о режиме, в который никто не играет. Но, тем не менее, какие-то любители и даже фанаты до сих пор остались. Так вот, господа, для вас Surfire, по моему скромному мнению, является, наверное, просто лучшим оружием в Warface. Ибо пулемёты обладают долгой перезарядкой, громоздкой, у них не самый лучший зум, а штурмовки обладают недостаточным магазином. А вот Surfire обладает охрененной минималкой в 61, повышенным множителем по рукам, офигенным ваншотом в голову, магазином на 60 патронов, не самой дурной отдачей. Становится очевидно, что эта пушка будет на ПВП интереснее и штурмовок, и пулеметов. Так что, если рассматривать её с такого ракурса, то действительно, это просто имба, это великолепнейший девайс для ПВЕшников. Если рассматривать для ПВП, я бы посоветовал её для пабликов. На пабликах она будет интереснее, чем КАДС даже, однозначно интереснее, чем все остальные штурмовки, потому что обладая отличным ваншотом, хорошими множителями, И таким ёмким магазином вы можете бегать, вычищать от противников штурмы, доминации и при прямых руках и, так скажем, хитрой говоре, командные бои. Так что, хотя лодусов очередной раз можно за что-то поругать, я этого делать не стану. Скажу честно, мне пушка действительно зашла. Субтитры создавал DimaTorzok